Рисунок? Рисунок прекрасный, лепко-рельефный. Картина, без сомнений, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикой сюжет. А где же тут изящная? Скажите, где же тут изящная? Это риблия! Это ужасно! Коми-не-ле-со глухар! Уродли! 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 Картина зовёт к раздумьям, зовёт взглянуть окрест себя. Это же кусок жизни, запечатлённый на полотне. Произведение искусства не терпит, чтобы его не сводили до служения каким-то низким и туманным целям. Наоборот! Искусство, как колокол, призвано будить мысль и совесть человека, заставить его увидеть зло и несправедливость, ужаснуться, почувствовать невозможность жить в мире вопиющей неправды. Вот что должно делать искусство. «Художники» — так назвал свой рассказ замечательный русский писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Гаршин мало прожил. Гаршин мало успел написать. В собрании его сочинений одна небольшая книжка. Но книжка эта томов при многих тяжелей. В ней, по словам самого писателя, каждая буква «Стоит капли крови». «Художники» — назвал один из своих рассказов Гаршин. «Художники» — так назовем и мы свою радиопостановку о двух людях, о двух направлениях, о двух взглядах на жизнь и искусство. Спорят два человека. Нет, не спорят. Борются. Они пишут картины. Познакомьтесь с одним из них. Дедов. Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье так неожиданно. Дало инженерские погоны, дало инструменты, сметы. Да, но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки, только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию. И теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера. Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу. А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто раздянул рот. Из любви к искусству подавайте прошение. И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ведь ничего больше и не было нужно. Я свободен. Я художник. Не вверх ли это счастье? Уйти, уйти куда-нибудь подальше от людей, от Петербурга. Взять ялик, отправиться нам с моря. Вода, небо, сверкающие вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетающих мимо меня пароходов и скользящих парусных кораблей и лайб, все кажется мне в новом свете. Все это мое. Все это в моей власти. Все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силу и искусство толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя, ведь я пока еще не бог знает, какой великий художник. Ялик быстро развязает гладь воды. Ялишник, рослый, здоровый, красивый парень в красной рубахе, без устали работает веслами. Он то нагибается вперед, то откидывается назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Заходящее солнце так эффектно играет на его лице и на красной рубахе, а не написать ли его красками? Маленький ящик с холстами и кистями всегда при мне. Послушай, братец, перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу. Чего? Я тебя напишу, посиди смирно. Так, что ли? Нет, весла не бросай, ты сядь так, ну, как будто заносишь весла. Нет, эту руку опусти. Вот так, вот так хорошо. Он взялся за весла, взмахнул ими, как птицы, крыльями и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать с каким-то особенно радостным чувством. Я знал, что ничто не оторвет меня от этого уже всю жизнь. Я лишник скоро начал вставать. Его удалое выражение лица сменилось каким-то вялым, скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Нет, нет, ну, складки, рубахи совсем пропали. Такая досада. Терпеть не могу, когда натура шевелится. Послушай, сиди, братец, смирнее. Чего ты смеешься? Да чудно, барин. Чего ж тебе чудно? Да будто я редкостный какой, что меня писать. Вот-то картину какую. А картина им будет, друг любезный. На что ж она вам? На что? Для учения. Да, вот попишу, попишу маленькие. Станови большие писать. Большие? Угу. Хоть в трясажении. А на что ж они? Что такое? На что ж они, как их, эти, ну, картины эти, на что? Ну, на что? А за эти картины, друг любезный, хорошие деньги платят. Рублей по тысяче, по две и даже больше. Ого! Ялишник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Ну, вот, этюд, по-моему, вышел прекрасным. Очень красиво эти горячие тоны, освещенного заходящим солнцем кумача. Я возвратился домой совершенно счастливым. А вот другой наш герой, Рябинин. передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить рука на голова, потому что это очень классический поза. Вокруг меня целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тарас. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых. Он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращается в обыкновенного голого старика. Разминает свои оцепеневшие от долга неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа. Я очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из наших корифеев по счастливому выражению известного художественного критика Владимира Стасова, который уже давно сказал, что из Рябинина выйдет толк. Вот отчего все смотрят на мою работу. Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем. И так каждый день. Скучно, не правда ли? Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатление, подобное впечатлением от различных предметов. Люди ходят и удивляются, как это они, краски, так хитро расположены. И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете. Многие из них я читал. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство. А в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль, если оно имеет его, я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека. Зачем же мне верить, что оно есть? Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить, как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который неспеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью. Пробурчит ничего себе, сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнениями, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованием. И снова ходишь одинокой среди толпы, машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это? Куда идешь? Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос зачем? Не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. А вот дедов пейзажист, добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит, увидит реку, пишет реку, увидит болото сосокую и пишет болото сосокую. Зачем ему эта река и это болото? Он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек, по крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. теперь он пишет и пишет. Летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начало и концы дождя, зимы, весны и прочее. Вы что, не работаете, Рябинин? Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась, пола Сертука попала в краски, вся вымазалась, кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд, он был кончен и хорошо кончен. Тарас стоял на полотне как живой. Я кончил. Кончился и класс. Натурчик сошел с ящика и одевался. Все шумя собирали свои принадлежности. Господа, господа, у Рябинина посмотрите. Сумин, Сумин, посмотрите у Рябинина. Лучше идти. Ого, да, бесспорно. Медаль. Получите медаль. Я уверен. И Стасов сказал. Рябинин. Чертовски талантливая натура. Но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное. Хотя все молодые художники его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам. Пишет лапти, анучи, полушубки, как будто бы мы недовольно насмотрелись на них в натуре. Иногда засядет и в месяц окончит картину, о которой все кричат как о чуде. А потом бросит писать даже этюды. Ходит мрачный, ни с кем не заговаривает, даже со мной. Хотя кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша. Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчества. Да, вы знаете, вчера я кончил картину, выставил, и сегодня, представьте себе, уже спрашивали о цене. Дешевле трехсот не отдам. Давали уже двести пятьдесят. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не отступлю, что картина наверное продастся. Сюжет исходких и симпатичный. Зима, закат, черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет Клевер. И как они идут у него. В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Не дурно, а? Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у Клевера ни один холстик даром не пропадает. Все продается. Нужно только прямее относиться к делу. Пока ты пишешь картину, ты художник, творец. Написана она, ты торгаш. Да-да-да. И чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата. А, Рябинин, что это вы тут делаете на набережной? Я люблю это место. Любопытно. Люблю за его пестроту, оживление, толкотню и шум. Ага. И за то, что она дала мне много материала. Здесь я научился рисовать трудящегося человека. Послушайте только, как душевно поют. Да. и и м м м м м м м О, какое котлище притащили. Неужели у нас не умеют их делать? Да делают и у нас, да мало не хватает. Вот видите, какую кучу привезли. И скверная работа. Вот здесь придется чинить. Вот видите, шов расходится. Вот тут тоже захлебки расшатались. А вы знаете, Рябинин, как эта штука делается? Нет, понятия не имею. Это я вам скажу, адская работа. Представьте себе, человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что из силы напирая на них грудью. А снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку. Вот видите, длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла. Это я вам скажу. Ведь это все равно, что по груди бить. Все равно. Я даже раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А как же эти? А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи. Год-два вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон, поглядите, вон в том котле. Видите, красный, узкий, так в нем и сидеть нельзя. Лежи на боку, да подставляй грудь. Да, трудная работа этим глухарям. Глухарям? Да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут, видите ли. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши. Потому что тут ни навыка, ни искусство не требуется, а только мясо. Да. Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали. Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто я вам скажу, жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания. То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники. Вот поглядите-ка, поглядите. Видите, каков сероватый тон. Вон там, пониже, под облачком, видите. Прелесть. Ах, какая прелесть. С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так. Вот точно так, ведь не поверят. Да, а ведь не нужно. Да, неплохо. Скажите мне, дедов, где можно посмотреть такого глухаря? Поедемте вместе на завод. Я вам покажу всякую штуку. Да. Да, дедов. И если хотите, даже завтра. Хорошо. Постойте. Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? М? Бросьте, Рябинин. Не стоит. Неужели нет ничего повеселее? Ну, что ж. А на завод, если хотите, хоть завтра. Мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла, и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса. В эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу. Подумайте только. Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод. Мы провели там целый день, все осмотрели. Причем я объяснял ему всякие производства. К удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии. Наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный, и всю дорогу назад молчал. А сегодня, представьте себе, объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего глухаря. Что за идея? Что за поэзия в грязи? Здесь я могу сказать никого и ничего, не стесняясь то, чего, конечно, не сказал бы при всех. По-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Ну, кому нужны эти пресловутые репинские бурлаки, скажите на милости? Нет, написаны они прекрасно, я не спорю. Но ведь и только, где здесь красота, гармония, изящная, наконец, а не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство. Ну, вот, то ли дело у меня. Еще несколько дней работы, и будет кончено мое майское утро. Вот, представьте себе, чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви. Восток загорается. Мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугывая стаю уток. Вот и все. Кажется просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзией в картине вышла пропасть. Вот это искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. Альбининский глухарь, уверяю вас, ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками этой грязной рожей. Странное дело, ведь вот в музыке, например, не допускаются режущие ухо неприятные созвучия, не правда ли? Отчего же у нас в живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы, скажите? Нет. Нужно поговорить об этом Селл. Он напишет статейку и, кстати, прокатит Рябинина за его картину. И стоит. Уже две недели, как я перестал ходить в академию, сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать, не хотя, а тем более, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это моя последняя картина. Вот он сидит передо мной в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклокоченной, закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной, широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие? Я выразил. Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею. Ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это не написанная картина, это созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю. Но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники, вся эта богатая область жанра. На что мне она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем. Если только подействую. Сделал опыт, позвал дедова и показал ему картину. Он сказал только «Ну, батенька!» и развел руками. «Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало. Но ведь он все-таки художник. И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь, и не можешь оторваться. Страдаешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота, и от него сойду с ума». Кто позвал тебя? Я. Я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. «Смотри на эти фраки-трены, крикни им! Я язва растущая! Ударь их в сердце! Лиши их сна! Стань перед их глазами призраком! Убей их в спокойствии, как ты убил мое!» Да, как бы не так. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди полдней, закатов, рядом с девочкой, с кошкой, недалеко от какого-нибудь трехсаженного Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтоб на нее не смотрели. Будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок, рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Вот сюда, сюда, пожалуйста, пожалуйста, сюда вешайте, вешайте. А ты, Мартенов, пиши, пиши номер 112. Первая любовная сцена. Девушка срывает розу. Розу. Так, а вот эту, эту, вот сюда, сюда. Пиши, Мартенов, пиши. Номер 113. 113. Вторая любовная сцена. Девушка нюхает розу. Розу. Ну, вот, и все, все. Пора открывать. Господа, прошу вас, заходите, наша выставка открыта. Прошу вас. Нет. Нет. Это великолепно. Знаете, я вам, ваше мнение? Господа. А, будьте привезны, ваше мнение. А, ваше мнение? Рогатливый? О, как сожалеет. Как это мило, Илья Аль. Как нарисованы халаты натурально. Да, какая техника. Да, да, и лица не дурны. Да. Девочка с кошкой. Как это мило. Хорошо, хорошо. О, господин Ледаков, прошу вас. Господа, господи, это же известный критик Санкт-Петербургских новостей. Портрет госпожи Лещинской. Как милая эта прелестная дочка, что резвится вокруг младшины. О, да. Какая роскошная гостиница. В этом кресле так удобно расположиться. Да, да, и покейфовать после обеда. Да, да. Ах, все очень мило. Ярко. Пестро. Вообще прекрасно. А какой рисунок. Да, но он словно писан с дамы, не умывающиеся, по крайней мере, недели две. Господа, господа, на нашей выставке сам господин Стасов. А господин Стасов, каково ваше мнение? Как проявили себя молодые свежие таланты, возросшие под бдительным надзором академии? Как они исполнили возложенные на них требования? Требования странные, а исполнение жалкое. Что? А вас разве интересует мое мнение? Ведь вот публика смотрит и радуется. Меня же лично эти ничтозные жанрики, банальнейшие пейзажи и худосочные портреты могут обратить только в бегство. Позвольте, позвольте. А что вы скажете, например, о пейзажах дедов? Ведь это восхитительно. Искусно. Однообразно. Все точно вымыто. Вымыты скалы, вымыто небо, вымыто вода. Превосходные фотографии. Не скажите, не скажите. В общем, приятное сочетание цветов. Сия картина, если только можно назвать этим именем продукт творчества уважаемого господина Дедова, как две капли воды, похожи на картины его предшественников. все такое же розовенькое, все такое же розовенькое, голубенькое, красивенькое. Я считаю, что майское утро примилые вещи. Она показывает искусную технику, знание русского пейзажа, бойксткистику. Да, она показывает, что художник писал картину уже, наверное, не менее 25 минут. Вот что значит могучий талант. Талант. Шарман, шарман. Но прелесть, но примилые вещицы. Невинные пейзажи, примилые вещицы. Но смотришь на эти приятности с неприятным чувством. Кажется, что картина вышла не из рук художника, поэта, каким должен быть всякий художник, а с какой-то фабрики стенных украшений. Вот отлично повесить такую вещь на стену в гостиной и после обеда полюбоваться ею, сидя в кресле, куря сигару. О, как это верно. Но, господин Стасов, много раз уж было замечено, что пейзажная живопись у нас сделала больше сравнительно с жанром успеха. А, любопытно, какова причина этому? Неужели русская история бедна драматическими моментами? Причина лежит не в бедности сюжетов, а скорее в самих художниках. Они, как и вся наша интеллигенция, в большинстве случаев настолько оторваны от родной почвы, от наших кислых щей, настолько мало знакомы с русской жизнью, что сродниться с сюжетом русским, родным, прочувствовать его для них дело весьма хитрое. А пейзаж совершенный космополит. Было бы поэтическое чувство, да любовь к природе, да способность живописца вообще. Вот вам и готов, художник. Ну, как можно, господин Стас? Пейзажик, он все жалит. Нет, нет, нет. Мимо души, мимо души, покрытые лаком картинки, осторожненькие, только бы не изумить, не вызвать ни гнева, ни слез. Пустые картинки, написанные ни для чего. Искусство это убежище от жизненных противоречий. Напротив, искусство должно кричать о несправедливости, о страданиях, а не ласкать глаз розовыми закатами. По моему скромному мнению, на выставке лишь одна великая вещь. Вот, глухарь Рябинин. Что? Ну что же, рисунок прекрасный, лепка рельефная, картина без сомнений была бы с достоинством, если бы только не этот странный, тихий сюжет. Ну где же тут изящное? Ну скажите, где же тут изящное? Это ужасно. Коми-не-не-ссы глухарь. Урод! Ужасно! Ужасно! Господин Стасов, а что вы скажете, каков колорит? Да кому нужно наше мнение о колоритах? Художник не просит у нас отметки за рисунок, письмо, колорит и перспективу. Ему хотелось бы заглянуть в нашу душу поглубже и увидеть то настоящее, что мы так упорно скрываем, то впечатление, на которое он рассчитывал своей работой, не думая о технических приемах. Художник человек, который лучше видит и может передать другим то, что он видит. Сколько тысяч людей проходит ежедневно перед драгоценным материалом для художественного творчества, не замечая его. Художник увидел, понял, поставил перед глазами публики и теперь уже видит все до сих пор слепые. Маленький слепой щенок тыкает мордочкой направо и налево и не находит молока. А вот чья-нибудь рука возьмет за шиворот и сунет его в блюдечко, и он успокоенный начинает лакать. Постараемся же, не мудрствуя лукаво, а колоритии и прочим, оценивать не художника, не его картину, а наше впечатление от его произведения. То самое молоко, которым мы питаемся. Кома? Что он говорит? Что он говорит? Я хочу. Илья Азбутин. Илья Азбутин. Илья Азбутин. Илья Азбутин. Илья Азбутин. Илья Азбутин. Констанцев карандаша и кисти в руки взять не умеет. А берется судить и летить о произведениях искусства. Это что же такое? Это я не знаю. Как можно вообще обнимать? Ух ты! Это звучит! Да ты римен за концом говоришь! Это произведение искусства. Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и по требованию товарища должен был устроить им увеселение в Вене. Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Я едва добрался домой и не раздет и бросился на постель. Причем испытал нечто вроде качки на корабле. Голова болит. в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала. Боже мой, да надо же это кончить! Голова болит больше и больше. туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. Я не знаю, мертвая или тишина вокруг меня, или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. может быть это и тишина, но мне что-то звонит, стучит, вертится, летает, точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота бесконечная, тянущаяся, томящая. Я должен лежать и слушать, слушать без конца. Я просыпаюсь и снова засыпаю, снова стучит и гремит где-то резче, ближе определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове или вне меня. Звонко, резко, четко, раз, два, раз, два. Бьет по металлу и еще почему-то. Я слышу ясно удары по чугуну. Чугун гудит и дрожит. Мол, сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и, наконец, как колокол гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо, громче и громче, и опять нестерпимый оглушительный звон. звон. А, да, это так. Сначала бьют по вязкому раскаленному железу, а потом оно застывает, и котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял? но те другие звуки. Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое? Но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится. А что именно? Не знаю, никак не схватить. я знаю, но только не помню. Это рисунок? Рисунок прекрасный, лепко-рельефный. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный дикый сюжет. А где же тут изящная? Скажите, где же тут изящная? Это ривы. ужасно. О, миле-ле заглухарь. Он рот левшот, рот левшот. Картина зовет к раздумьям, зовет взглянуть окрест себя. Это же кусок жизни, запечатленный на полотне. Произведение искусства не терпит, чтобы его не сводили до служения каким-то низким и туманным целям. наоборот. Искусство как колокол призвано будить мысль и совесть человека, заставить его увидеть зло и несправедливость, ужаснуться, почувствовать невозможность жить в мире выпиющей неправды. Вот что должно делать искусство. О, да вы вождь вреднейшего направления в искусстве. А вы если хотите знать тормоз нового русского искусства. Вы посредствовали картинки пейзажики Дедова цените выше совершеннейших глубочайших созданий Репина, Хромского, Ярошенко и Рябинина. Тормоз, конечно, тормоз. А кому нужны эти репинские бурлаки? Кому? Вся эта мужицкая полоса в искусстве чистое уродство. Да, надо запереть двери, накрепко запереть все двери, чтобы не впускать глухаря ему подобных с их грязной рожей в святое искусство. Конечно, не 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 вот увидите, картина станет общественным событием. как такого глухаря в русской живописи еще не было. Он корчатся в котле, умирает под ударами. Да, он ужасает, бьет по сердцу, преследует. Он хватает зрителя за грудки мощными жилистыми руками. И чтобы его увидеть, в двери будут ломиться те, кого вы не хотите впускать в зал художественных выставок. Простой народ! Шум увеличивается и уменьшается, то, разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезает. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. А цепенение держит меня и ужас охватывает. И я просыпаюсь весь в жару, просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с дедовым, этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи, чудной невиданной формы, снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими дрожащими ремнями. Нигде ни души. Где-то стук и грохот, там-то идет работа, там неистовый крик и неистовый удары. мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу, вижу, странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые со стервенелыми лицами колотят молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал название. Я знаю, что это все он же. Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть, перестаньте, за что? И вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар, и молот опустился на мой череп. все исчезло. Некоторое время я осознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то. Бедняга Рябинин заболел после нашего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка чухонка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки. Не знаю, стащила ли все проклятая баба, или, может быть, все осталось в Вене. Правда, кутнули порядочно, было очень весело. Мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Эл. Прекрасная душа этот Эл. И как понимает искусство. В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так что-нибудь а-ля клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр. Не завтра ли его именины? Однако бедному Рябинину может прийтись очень плохо. Его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболеет с месяц, то не получит медали. Тогда прощай за границей. Я очень рад одному, что как пейзажист не соперничаю с ним. А его товарищи должно быть таки потирают руки. И то сказать одним местом больше. Да, медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет впереди профессура. Нет, нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря. Да, однако рябинина нельзя бросить на произвол судьбы. Нужно свести его в больницу. сегодня, очнувшись после многих дней беспамятства, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами, мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, отчего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником. Услышал я тихое прерывистое дыхание соседа, клокотавшее вздохи больного, лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопение и богатырский храп сторожа, вероятно, приставленного дежурить у постели опасно больного, который, может быть, жив, а может быть, уже умер и лежит здесь так же, как и мы живые. Мы живые. жив, подумал я и даже прошептал это слово, и вдруг то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверное, сумею повернуть по-своему. О, наверное, сумею. Я, хотя с трудом повернулся на бок, поджал ноги, положил ладонь под голову и заснул точно так же, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер и в трубе жалобно воет буря и бревна дома стреляет, как из пистолета от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь, и желая разбудить мать, она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и успокоенный свертываешься калачиком, и засыпаешь с отрадой в маленькой душе. «Боже мой, как я ослабел!» сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не свалился на полдороги. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает. Нет, старое прошло безвозвратно. Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой глухарь и его утро. Один только Эл не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За дедова я очень рад. Он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив неворозиво. Лицо сияет, как масляный блин. придя ко мне с Суминым, он спросил меня, намерен ли я конкурировать в будущем году, после того, как теперь мне помешала болезнь. Нужно было видеть, как они оба вытаращили глаза, когда я сказал им нет. Серьезно? Совершенно серьезно. Что же вы будете делать? Я от вас вчистую... Как так? Да. Решил поступить в учительскую семинарию. Хочу стать народным учителем. Угу. Понятно. Понятно. В народ. К народу. Ах, Рябинин, Рябинин, в учительскую семинарию. Художник, талант. Да вы пропадете, погибнете в деревне. Ну, не сумасшедший ли вы человек? Посмотрим. Рисовать все-таки будешь? Не буду. Врешь. Не утерпишь. Да что ты в самом деле? С ума сошел, что ли? Куда ты лезешь? Опомнись. Да будь у меня половина, да кой чертом половина, десятая часть твоего таланта, я бы... Я... Ну, что бы ты сделал? Имя бы сделал. Крупным художником бы стал. На что это тебе? Ну, конечно, конечно, на что имя, зачем художники? Сократ или... Платон какой решили, что гнать нас надо. Бесполезный народ. Да знаешь ли ты, что я в Дрездене перед Мадонной разревелся? Стою и реву, как дурак. Слышишь, немец говорит, он пьян, а другой говорит, это русский. А злился на немца, и все пропало, ушел. Ревел. Слышишь ли? Ревел. А ты говоришь, на что художники? На то, что без искусства жить бы не стоило. На этом обрывается история двух художников. Она не закончена. Пусть каждый из вас друзья закончит ее по-своему. Как сочтет нужным.